Они здесь впервые, хотя учились буквально в нескольких метрах, но стадион был в таком состоянии, что не просто спортом заниматься, пройти по территории сложно. Теперь ситуация совершенно другая, пусть пока попробовать все новшества не получилось, но мнение уже сформировано. Мне нравится больше, тут много трудников, можно побегать, все такое. У учеников 38-й школы сегодня настоящее спортивное событие. Через несколько минут начнутся эстафеты и веселые старты. Но сначала официальное открытие объекта, после реконструкции этого момента ждали три года. Реконструкция была бы невозможна без неравнодушных горожан. Учителя, родители, жители окрестных домов собрали больше 2800 подписей и передали их в администрацию Иркутска. Воля администрации по приведению в порядок наших школьных стадионов совпадает с волей жителей. Это очень важно и как раз это придает нам дополнительный стимул и импульс нашей работе. Это очень важное мероприятие. Мы с вами за несколько лет должны все стадионы в школах привести в надлежащее состояние. Эту территорию привели в порядок за три летних месяца. Теперь один из самых больших стадионов округа готов принимать не только школьников, но и жителей окрестных домов. Были убран старый грунт, восстановлен новый грунт, сделана большая дорожка вокруг стадиона «Бег». Есть 100-метровая дорожка, есть специальные площадки для занятия в волейбол, баскетбол, есть определенные турникеты, где можно заниматься спортом и так далее. То есть он стал многофункциональным. У него есть хорошее освещение, у него есть ограждение, у него есть ливневая канализация, у него многое. Есть камерное видеонаблюдение, которое тоже сейчас будет доделываться. А пока мячи с автографами на память для будущих чемпионов с пожеланиями, чтобы через несколько лет именитые спортсмены, которые вырастут из сегодняшних школьников, уже раздавали их сами. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.